По словам мэра Таллина Михаила Кылорта, отрадно осознавать, что жители города, для которых русский язык является родным, даже в такое непростое время поддержали акцию, проявив уважение к своему языку и культуре. Впереди еще одна возможность проявить свои лучшие качества, приняв участие в благотворительной акции «Я помню, я помогаю», о которой мы поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии новостей Таллина председатель правления Таллинского общества, участников Второй мировой войны Нина Ивановна Павлова. Добрый вечер. Добрый вечер. Нина Ивановна, откуда взялась идея создать эту акцию и поддержать всех ветеранов? Такой был случай, что мне пришлось обратиться тогда вице-мэру города Михаилу Килворту с просьбой рассмотреть этот вопрос, повышение оплаты за уход лежачим человеком. Раньше был 15 евро в месяц без права работать. И он принял во внимание это. Я его очень уважаю за то, что он не отказался решать эти проблемы. И надо сказать, что вот эта оплата за уход дома лежат люди, она все-таки сразу стала повышаться. В том же году не только 15, и 50, а потом и выше, и сейчас уже и 100 евро. Так что спасибо большое за это. И не только я благодарю и благодарят те, кто ухаживает за своими больными. Кроме того, и он предложил создать фонд. И создали фонд под девизом «Я помню, я помогаю». И в нем работает Людмила Ганс, я, а он у нас руководитель. Нина Ивановна, фонд помогает ветеранам, участникам Второй мировой войны. К сожалению, их осталось очень мало. Как именно происходит помощь? Это что? Это какие-то необходимые препараты? Или может быть оплата по уходу? Мы делаем таким образом. У нас появляются желающие, которые хотят сами даже быть в доме по уходу. Потому что дома невозможно ухаживать за больным человек лежачим. У нас уже прошло так больше 40 человек. А сейчас лежат, кроме тех 40, может быть там даже 42 человека, еще 10 человек. Счета приходят на этого человека по уходу до 1000 евро. А они оплачивают свою пенсию, а остальное доплачивает фонд. В прошлом году акции удалось собрать рекордную сумму. Да, да. Как думаете, в этом году мы сможем ее побить? Побить может быть и нет, но все равно будет. Вы знаете что? Такие люди у нас. Я всех благодарю, кто вкладывает эту помощь для того, чтобы наши участники войны продержались. Чтобы у них достойная была старость. А так и есть. Средний возраст 96 лет. Вы представляете, почему они живы? Потому что и хорошая жизнь у них, и помощь хорошая, и они не брошены, и они обеспечены и сиделками. У нас есть Холья Абик. Наш фонд работает очень хорошо. Я хочу сказать, цените каждый прожитый день. Я сама уже в таком возрасте, что я живу одним днем. И очень рада, что я его прожила с пользой не только для себя. Спасибо вам большое, Нина Ивановна. Мы будем вас ждать снова в гости. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Спасибо. Напомню, что в студии новостей Таллина была председатель правления Таллинского общества участников Второй мировой войны Нина Ивановна Павлова. Наверное, вы обратили внимание на адреса, которые были на экране во время интервью. Набрав их, вы узнаете, как можно принять участие в этой благородной акции. Ведь так важно, чтобы красивые слова, которые говорят 9 мая, были еще и подкреплены реальной заботой о тех, кто, как поется в известной песне, этот день приближали как могли.